Здравствуйте, меня зовут Аня, и я по профессии вообще физик, но буду вам рассказывать совершенно о другом. Почему я захотела первым делом рассказать именно про презентации, а не про то, что я занимаюсь. Я физик по профессии, аспирант, научный работник, много езжу по конференциям, какие-то презентации делаю, и всегда думала, что я делаю их хорошо. Мой научный руководитель доволен, я выступаю, вроде все, никто не жалуется, все хорошо видят. Но потом, когда я увлеклась научной популяризацией, начала копать, как лучше сложные свои физические термины, свои исследования донести до просто людей, которые не знают физики, я поняла, что мои презентации ужасные, они очень ужасные, их невозможно понимать. Поэтому именно на этом проекте я хотела рассказать о презентациях, чем они полезны для популяризаторов, ну и всех остальных, потому что они нужны, когда курсовые делаешь, когда выступаешь с какими-то своими стартапами, когда хочешь себя рекламировать, какое-то свое портфолио, везде нужны презентации. Неправильно. Сейчас, извините. Первое, что хочется сказать, что ваша презентация, это как одежда, это то, что может подчеркнуть вашу идею, а может ее испортить. Идея – это то, с чем вы выступаете. Ваше выступление – это просто какая-то идея. Если же вы примените хорошую презентацию, ваша идея денется и будет просто шикарно выглядеть. Но если ваша презентация будет унылая, она не только скроет все прелести идеи, но еще может испугать слушателей. И поэтому в дальнейшем я вам расскажу про три главные ошибки, модный приговор этим главным ошибкам. Первое из них – это бескусица в оформлении. Что такое бескусица? Это как бы есть два вида бескусицы. Первое – это когда у нас просто нету стиля. Каждый слайд – это какое-то вообще отдельное произведение искусства. Второй момент – это когда стиль какой-то есть, но он абсолютно не подходит ни к ситуации, не помогает ничего достичь. Поэтому надо запомнить, что тема презентации – это ее стиль, то есть та одежда, которую вы одеваете. Если вы идете на пляж, у вас будет купальный костюм. Если вы идете на собеседование, у вас будет костюм другой, не купальный. Поэтому на стиль нужно обращать внимание. Что он в себе включает? Фон, шрифты и цвета. Фон – должен быть какая-то единая тема. Шрифта должны быть сочетаемы, как на тексте, как и на самом фоне. И шрифты должны быть… Долго спрашивали, простые шрифты у меня было написано. Шрифты должны быть читаемы. То есть цвет шрифтов, их размер, их вид, засечки, незачечки – должно быть просто все читаемо. Очень хочется сделать красивую презентацию и использовать какие-нибудь редкие декоративные шрифты. Но всегда помните, зачем вам делать этот шрифт? То есть что он подчеркнет? Если без него можно обойтись, то обходитесь без него. Вторая ошибка – это перегрузка содержания. То есть когда вы хотите все, что только есть, вся ваша одежда в гардеробе, самая лучшая ваша одежда в гардеробе, одеть ее сразу на себя. Пять костюмов или пять платьев – это будет очень некрасиво. То же самое происходит в этой презентациях, когда мы всю какую-то информацию пытаемся поместить в один слайд. Это много текста или много таблиц, или много графиков, разных графиков все вместе. Нужно запомнить, что слайд – это не вагон метро. В него не нужно попытаться втиснуть все, что вы знаете. Для этого можно еще запомнить такую мысль, что человек по своей природе, он самолюбит пространство. Даже иногда кажется, когда ты делаешь слайд, что он пустой, но ничего нет, даже ничего не поместилось. И думаешь, ну как это – пустой слайд, на что смотреть? Но на самом деле все любят пустое пространство, мы любим смотреть пустое поле, пустое море, там где-то один кораблик, а не загроможденный кораблями или там куча дельфинов. Одного вдалеке хватит. Поэтому помните, что пустое пространство создает свободу и, в общем-то, нехорошо воспринимается. И второе, что нужно помнить, чтобы не залепить слайд всем, чем только можно – это цель презентации. Зачем вы ее делаете? Ее цель – подчеркнуть… Как это плохо? Ужас! Презентация презентации – получилось так плохо. Цель – это подчеркнуть вашу идею, ваше выступление. Как вы можете это сделать? С тремя, так назовем, функциями. То есть презентация выполняет три функции. Текст. Это на одном слайде должна быть всего лишь одна мысль, то есть не больше. Тогда у вас никогда не будет простыней. Одна мысль – и все. Второе – схемы нужны на презентациях для того, чтобы упростить вашу речь. Не чтобы вы объясняли схему, а чтобы вы говорили, люди смотрели и сразу понимали ваши слова. То есть все наоборот. И третье – графики нужны для доказательства. Если вы что-то говорите и вам нужно это доказать, у вас график. Графики не для красоты, не для умности, не для чего другого. Только для доказательства ваших слов. Вы говорите – и все понятно. И четвертое – это не написано таблицы. Не используйте таблицы никогда и нигде. Любую таблицу можно представить в виде диаграммы. Если ее нельзя использовать в виде диаграммы, зачем такую страшную таблицу вообще брать? Это просто очень важный момент. И третья ошибка – это перегрузка. Точнее, использование бесполезных украшений, рюшечек. Когда делаешь презентацию, хочется сделать ее красивой. А когда у тебя там графики, таблицы, по одной фразе всего лишь на слайде, думаешь – ну какая красота, где, в общем-то, эстетика. И можно впасть в такую ошибку, начинать лепить множество украшений абсолютно не в тему. Например, самый простой вариант – это использовать несочетаемые цвета или какую-то декоративную, или шрифты, или цвета, расцветка. Второй вариант – еще жесткий такой, много разных стилей, шрифтов, размеров, цветов, фона, наклонов и множество-множество всяких рисунков. Рисунок надо говорить отдельно. Для чего нужны рисунки? Ваши мысли на слайде. Для различий. Еще варианты. Для ассоциативного представления идеи. Для привлечения внимания. Вот, отлично. Для формирования настроения. Для милоглазности есть схема. Если вы что-то говорите сложное, что нужно продемонстрировать, это называется схема. Рисунок нужен для того, чтобы создать эмоции. То есть, делать какую-то ассоциацию. Важен этот момент. Эмоция – это не только смех. Бывает такая ошибка, что, особенно если это какая-то сложная лекция, она очень популярна по физике или чему-то сложному, и люди устают, и хочется как-то, чтобы они расслабились, и делается какой-то слайд веселенький. То есть, он отвлекает на себя внимание. Цель презентации – подчеркнуть вашу идею. То есть, он должен помочь вам донести вашу мысль, а не отвлекать на себя. Ассоциации должны помогать закрепить информацию. Поэтому, например, вторая ошибка – это когда попытка картинки не выполняет свои функции. Они не доносят эмоции, не доносят той ассоциации, которую вы хотели. Например, тут два примера. Одна и та же мысль, два разных подхода. То есть, сразу видно, как картинки используются правильно или неправильно. Сейчас в моде картинки на весь слайд. Поэтому они должны быть хорошего качества. Тут, в общем-то, два главных момента про картинки. Они создают эмоции, поэтому помните, зачем вам эта картинка, что вы хотите ей донести. И второе – если использовать это хорошего качества. Потому что проекторы сейчас хорошие, экраны большие, и некачественные картинки будут смотреться очень некрасиво. И теперь, в общем-то, итог. Я вам рассказала про три ошибки. Это безвкусица в стиле, это при русском содержании, и бесполезное украшательство. Чтобы не допускать тех ошибок, нужно просто помнить, главное, что презентация – это ваша одежда. Ее цель – подчеркнуть вас, ваше выступление, ту идею, которую вы доносите. Не отвлекать на себя внимание, не как-то просто неважное что-то, на деле главное, как я буду выступать. Нет, она именно подчеркивает вас. И как вы это достигаете? С помощью текста. Текста должно быть очень мало. С помощью шрифтов они должны быть сочетаемы. И с помощью цвета они должны быть тоже сочетаемы. И с помощью картинок, которые должны быть качественными и эмоциональными. Спасибо за внимание. Еще два слова. Я долго готовила эту презентацию, на самом деле. Это моя первая проба сделать красивую презентацию, но она немножко не удалась. Я, опять-таки, не рассчитала, насколько здесь будет качественный проектор. Он намного качественный, чем у меня монитор. И поэтому, как вы видите, еще одна ошибка. Нужно проверять свои презентации на этом проекторе, на котором вы будете работать до того, как вы будете выступать. Вот теперь все. Спасибо. Спасибо. Ну, вопросов, думаю, не должно быть. Как вам про софт, который ты используешь для задания презентации? И какой ты советуешь? И какой нет? Я использую самый простой софт. У меня этот, как он называется? Пауэрпоинт, причем 2003 года. Сейчас есть крутой 2010, но у меня на моем компьютере он не пойдет. У меня уже не самый простой. Да, поэтому я использую самый простой. Я пробовала пользоваться Google, который интернет, но мне не сильно, хотя там много всяких функций, но мне не сильно понравилось. Есть очень множество классных софтов именно с интернет. Например, там те же самые прези, можно делать красивейшие презентации. Они такие интерактивные, то есть это как некоторое дерево. Но тут надо главное помнить, зачем вы это используете. 90% идей, которые вы хотите донести, можно донести простыми инструментами. Если вы используете сложный инструмент, например, в презе, там можно делать... Вот тут слайды листаются один за другим, а там можно делать дерево. И оно будет перемещаться как вам надо. Там ближе, дальше, вглубь. Это очень классно, если вы хотите какую-то сложную историю донести. Как-то структурировать всю информацию на одном поле. Но зачем это делать? Просто для красоты, но это же опять будет бесполезная рюшечка. То есть всегда нужно думать, зачем это вам надо. Есть множество таких проектов, как Хайко Деко, называется, и другие. Я не знаю, не помню всех. Они позволяют делать презентации прямо в онлайн. Там уже много шрифтов базовых, базовых размещения текста, картинок, базы картинок. То есть все упрощено настолько, что просто ты пишешь текст, и тебе не нужно думать, какой будет шрифт. Потому что нужно само знать, какой красивый, какой сейчас модный. Этими можно тоже так пользоваться, если хочется очень быстро сделать красивенькую презентацию. Ну вот, наверное, это все, что я знаю по оборудованию. А чем вдохновляться можно? Какими примерами презентациями? Да, вот этот вот слайдик, про который я ничего не сказала. Во-первых, нужно смотреть хорошие презентации. Например, это лекции, выступления ТЭТ, особенно выступления людей, которые больше задействованы в сфере цифровых технологий, например, есть Стив Джобс, Суккенберг или все другие. Они, в общем-то, делают моду на презентацию. Они делают моду на то, как должны выглядеть ресурсы компьютерные, цифровые. Поэтому есть целые книги написаны про то, как Джобс поступал, какие у него презентации, как он себя ведет. Вот об этом. Можно читать вот эти книги. Написано их множество. Написано про то, как лучше делать, как не лучше. Некоторые примеры я брала из этой книги вот конкретно. И потом это ссылка на источники. И вот этот мне очень понравился ресурс Espresso. Это компания, которая занимается профессионально созданием презентации, в общем-то, для тех предприятий, для тех людей, которые им нужны. И у них есть видеоблоги, канал на ютубе, сайт с советами, со статьями конкретно по разных темам. Поэтому такая еще мысль, то, что не нужно думать, что вкус или какая-то красивая презентация, это что-то вот кому-то дано, кому-то нет, как там стиль, вкус, дизайн. На самом деле тут просто надо учиться. Если ты этого не знаешь, тебе кажется, у тебя ничего не получается. А если ты там почитаешь немножко, так сразу и будет красиво все. Да. Я еще хотела прочитать, почему нельзя использовать картинки для наглядности, потому что вот такой, если, к примеру, брать предыдущую презентацию Танину, где использовались фотографии, то есть, допустим, когда набрала дома датчиков, а все, ты показывала фотографии датчиков, то есть как-то наглядная, как по мне, использовала микроскоптина для наглядности. Ну да, то есть я просто как… Скорее, пыталась вызвать эмоции, смотреть, как замажные эмоции. Ну да, это тоже вызов эмоций, ну и наглядности. К примеру, есть презентация картошки. Как я могу рассказать, что такое картошка или показал картинку картошки? Проще даже не говорить, просто показать картошку все. Это для настроения. А это как раз как бы для наглядности, да. Хорошо. Презентация должна наполнять то, что вы говорите или наоборот вы говорите то, что на презентации? Нет. Из тех советов дизайнеров, которые я вот смотрела, и тут, и там, и где-то еще в других книжках, они говорят, как мудрые, умные дизайнеры, и ораторы говорят, что презентация должна подчеркивать ваше выступление, а не наоборот. Это как одежда украшает человека, то есть человек украшает одежду. Это ваша одежда, презентация. Получается, что в этой таблице идите полчаса расскажут, о чем это таблица? Вот поэтому не должно быть таблиц, которые нужно будет полчаса рассказывать. Не должно быть. И поэтому не должно быть сложных систем, которые вы полчаса будете рассказывать. Вы что-то говорите, какие-то там А идёт в Б, В идёт в С, С идёт в Д, и у вас там А, В, С, Д. Или там А, В, там, С, Д. То есть если это будет весь алфавит, и вы будете пытаться как-то показать, то это будут очень, в общем-то, все уснут и всё равно не поймут. Да. А нужно ли нумеровать слайды? Совет такой, что нужно. То есть тут нужно смотреть по обстоятельствам. Если у вас, например, у меня презентация тут слайдов 20, и она была больше такой ассоциативной. То есть у меня там картинка, какое-то слово, и маленькие такие разделчики, там по три слайда. Если у вас сложная презентация, которая 40, там 50 и больше, и они именно, то есть не просто там картинка для создания эмоций, там галстучек и там девочка, а которые имеют какую-то смысл и информацию несут такую важную, то их нужно нумеровать, потому что потом, когда будет обсуждение, они говорят, а вот там где-то у вас на каком-то слайде было что-то. А вот там на пятом, человек себе записал пятый слайд, тире там вопросик поставил и сказал, у меня там по пятому слайду был вопрос. Ну хоп-хоп-хоп, сразу пятый слайд. Это также помогает аудитории и ориентироваться в количестве ваших слайдов, сколько еще до конца осталось это терпеть. И потом же в этой же и вам, и аудитории при обсуждении. Спасибо.